Новый антидопинговый скандал пока безымянный. Есть только сухие цифры и совсем не ясно, каким будет сухой остаток по итогам анализа этих пробирок. Экспертиза проводится под допинг-пробом 298 российских атлетов. Во Всемирном антидопинговом агентстве не скрывают, что планируют возбудить больше сотни дел, обвинить больше сотни российских спортсменов в употреблении допинга на играх 2014 года в Сочи. Об этом в конце прошлого месяца рассказал президент ВАДа Крейг Ридина. Сессия исполкома МОК. 500 гигабайт необработанных данных из московской лаборатории передали для изучения независимым экспертам из Атлетикс Интегрити Юнит. Это орган занимается контролем за соблюдением антидопинговых правил в легкой атлетике, а расследование планируют вести до конца года. Но это-то больше всего и тревожит, ведь тогда до летних Олимпийских игр в Токио останутся считанные месяцы. Все думают, что это ах, катастрофа. Просто планово каждый месяц это происходит в каждой федерации, в каждой стране. Что какое-то количество людей берут в пробу, что-то там находится, а дальше начинает федерация спортивная выяснять, по каким причинам тот или иной препарат оказался в организме спортсмена. По итогам беглого анализа, именно с такой формулировкой из лаборатории ВАДа отправлены в Международные федерации пакеты с доказательствами по 43 российским спортсменам из подозрительного списка. Они выступали с 2012 по 2015 годы. Это значит, некоторые в спорте до сих пор, но большинство, скорее всего, уже завершили карьеру. Что с ними делать? Чиновники антидопингового агентства вроде как оставляют федерациям на откуп. Правда, заявляют при этом, что если те не примут решение о дисквалификации, то ВАДа обратится в спортивный арбитраж. Атлеты хорошо знают, как трудно доказывать свою невиновность в спортивных судах. Многоборцы Александра Погорелова год назад лишили бронзовой медали Чемпионата мира по десятиборью, который проходил в 2009-м, как раз за нарушение антидопинговых правил. Как показывает практика, если это все происходит в мировых судах, а так оно происходит, точнее, в Швейцарии, то себя защитить практически невозможно. Ну, о чем мы говорим, если в отношении российских спортсменов отсутствие призыва все невиновности, и многих из них просто действует по приостальной информации Григория Роченко, не проверяя эти факты. Министр спорта Павел Колобков призывает дождаться результатов всех экспертиз. Интерфаксу Колобков заявил, что убедительными, будут факты или нет, должны решать Международные федерации. Если спортсмен виновен, он будет дисквалифицирован. Русада сейчас благодарят за честность и открытость все международные спортивные функционеры, в том числе коллеги из Всемирного антидопингового агентства. Так что новый крупный скандал вроде бы никому не выгоден. Достаточно вспомнить, как обжигались сами антидопинговые комиссары, когда после разоблачительного доклада Ричарда Макларена 95 российских спортсменов из 96 обвиняемых в допинге пришлось оправдать из-за недостатка доказательств. Алексей Прокин и Юлия Добина, телекомпания НТВ. Добавил субтитры Алексею Дубин и Юлия 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 Дубин.